Писание говорит Бог, он Бог радости Бог, он Бог любви И даже когда мы прославляем его Нам не обязательно делать согбенными себя Если кого-то я прославляю Я смотрю ему прямо в глаза И я возвеличиваю его Никогда ты не можешь кого-то прославлять Не смотреть его в глаза Потом взирая на его славу Мы преображаемся в тот же образ Итак, мы входим во врата Господни Со словословием и с весельем И где мы? Ну? Ликуй, ликуй Ликуй, дочь Израиля Ликуй, народ Божий Ибо Господь любит свой народ И ради него Он отдал Сына Своего Поэтому сбрось себя Все цепи религии И все цепи недостоинства Недостоин Через его шеф Отпусти свое сердце Отпусти свое сердце Отпусти свое сердце Вали Богу Ликуй, ликуй Дочь Иона Торжествуй Израиль И ради него Он отдал Сына Своего И религии И ради него Он отдал Сына Своего И ради него Он отдал Сына Вот почему ты радуешься! И врагам, врагам! Дарь Израиля, Садонай, Посреди тебя не увидишь, Лишь пуль, лишь пуль, Дочь Сеода, Доржествуй! И Израиль, Эй, Селись! От села сердца, Дочь Иерусалима! Лишь пуль, лишь пуль, Дочь Иерусалима! Дочь Иерусалима! И Израиль, Эй, Селись! От села сердца, Дочь Иерусалима! Адонай, Бой, бой! Среди тебя, Он силен спасти тебя! Посвеселиться! А тебе Будет милость, Более пуль, Будет милость, Дочь Иерусалима! Дочь Иерусалима! И Израиль, Эй, Селись! От села сердца, Дочь Иерусалима! Будет милость, Дочь Иерусалима! Дочь Иерусалима! И Израиль, Эй, Селись! От села сердца, Дочь Иерусалима! Субтитры создавал DimaTorzok Мы сейчас будем дальше славить Бога Послушайте, я читаю вам первоисточник Когда сегодня Бог ведет церковь свою К своим корням, к истокам Это корни, это истоки Религия сделала нас замороченными людьми Религия придумала, что ты приходишь в храм И должен стоять вот так вот Религия сделала нас недостойными Вы понимаете? Это не просто вернуться в корни еврейские Религия сделала кастрацию христианства И сделала его бессильным И благодаря тому, что в христианстве И есть реальные верующие евреи Которые знают корни И они до сих пор Христианство существует Оно бы не существовало Это все ложь Когда сегодня наш менталитет Кто-то поменял И сказали крестовые походы Если бы их не было То христианство не распространилось Кто вам такую чушь сказал? Когда апостолы в силе духа пошли И один апостол Павел завоевал весь языческий мир Без крови и пролития За любовью Божью И дьяволу было выгодно Посрамить Иисуса жертву И он сделал подмену понятий Он искоренил все живое И смешал христианство с язычеством Когда мы говорим Мы не должны плеваться Мы должны понимать Если мы не укорененные с вами Мы просто непонятно кто И что сделал дьявол? Что сделала религия? Она изолировала Христа От евреев А еще хуже Она воздвигла Богиню Это язычество Мария прославляется Мы не ей поклоняемся И когда мы говорим Я говорю сейчас о горнях Услышьте меня Потому что у меня сегодня есть добрая весть Которая взрывает мою внутренность Я сказала Дух Святой Ты дал мне это сокровение? Ты вызываешь на народ Потому что только На основании Божьем Мы можем с вами процветать Мы можем жить Мы радоваться можем И мы сможем быть с вами Самыми великими Самыми особенным народом В нашем Боге Я буду об этом сегодня говорить И ты высвободишься из рабства Я повторяю Когда нас сегодня поносят И говорят Что это там? Пляшут в церкви? У тебя есть основания Я говорю да Я не знаю какого Христа Вы проповедуете Но я знаю одно Служите Господу с весельем И идите предклиться его С восклицанием Не написано С ноющим И с недостойным духом Это оскорбление его Но что говорит Писание Тело Иисус говорит Это мое Я выкупил его Для чего? Чтобы я жил в вас Я обрел тело физическое Чтобы совершить миссию Вы Я поселяюсь в вашем теле Не в духе Я в теле И он говорит Знаешь что? Я не отдам Вы все порознь Составляете тело Иисуса Христа Каждый из нас Понимаете? И когда мы не в достоинстве Мы оскверняем это тело И дальше он говорит Он говорит Почему он говорит о теле? Он говорит Всякий грех Который делает человек Он вне тела Но блудник грешит Против собственного тела Вот почему религии Было выгодно попирать тело И он говорит Я не дам свое тело блуднице Вы понимаете? Вот корни Поэтому чувствую себя достойным И даже если ты что-то не так делаешь У тебя есть кровь Иисуса У тебя есть покаяние Который обращает все И если ты в завете с ним Он остается верным Поэтому он сегодня говорит Церковь Ты должна обрести силу У нас есть власть И хватит про нее говорить Надо в нее входить Время 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 Другой сезон Халлелуйя Чьим словам Поверишь ты Я буду верить Слову Господа Вы сто лет поете Подхватывайте Я спасен Бог сказал я Уже силен Бог сказал Свободен я Есть победа У меня Еще одна мы Поверишь Я буду верить Слову Господа Чьи словам поверишь ты, Я буду верить в Слову Господа. Бог сказал, что я спасён, Бог сказал, я исцелён. Бог сказал, что я спасён, Бог сказал, я исцелён. Бог сказал, что я исцелён, Бог сказал, я исцелён. Бог сказал, что я исцелён, Бог сказал, я исцелён, Бог сказал, я исцелён. Чьи словам поверишь ты, Я буду верить в Слову Господа. Чьи словам поверишь ты, Я буду верить в Слову Господа. Бог сказал, что я спасён, Бог сказал, я исцелён. Бог сказал, что я исцелён, Бог сказал, я исцелён. Бог сказал, что я исцелён, Бог сказал, я исцелён. Если ты рождён от Бога, что ты рождён делать? Если ты рождён от Бога, если ты рождён от Бога, Я рождён от Бога, если ты рождён от Бога, Если я рождён от Бога, я рождён побеждать. 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 Если ты рождён от Бога, я рождён побеждать. Если ты рождён от Бога, ты рождён побеждать! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дальше Бог имеет что-то для тебя. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я думаю почти никто не получил. И через Иисус И вот эта пустота, которая не восполнена была нашими родителями, и мы восполняем ее за счет всяких непотребств. Отец сказал, что ты можешь быть достойным сыном, ты можешь быть достойной дочерью, и тебе не надо теперь восполнять, искать себе парней ненужных, тебе не надо порнографию, тебе не надо еще какую-то, не буду говорить плохие слова, тебе не надо заполнять себя хламом, потому что заполняем мы себя хламом только из-за этих пустот. И поэтому он знает все это, и он не судит тебя, а говорит, сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение. Когда ты появился на этот свет, как он смотрел на Иисуса и радовался его рождению, так он смотрел на твое рождение. Я говорю, па, Иоанн, сын мой, он совершит мою работу. Каждый из нас рожден с миссией на этой земле. Не обесценивай себя, не делай себя ящик из гарбича. Ты храм живущего Духа Святого. Халлилюя! Халлилюя! Ну и последний. Господь. Только не затягиваем, да, в ритме ее. Я так не люблю, когда вот это все радостное надо загонять. Господь, ты пастырь мой. Нет, Господь, ты пастырь мой. Я ни в чем не буду нуждаться. Ты покоишь меня на злачных пажетях. Ты покоишь меня на злачных пажетях. Годом тихим вводишь меня. Богом тихим вводишь меня. Ты покоишь меня на злачных пажетях. Ты покоишь меня на злачных пажетях. Ты покоишь меня на злачных пажетях. И твой поздно успокоишь меня на злачных пажетях. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жесток и твой поздно успокоят меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла. Твой жесток и твой поздно успокоят меня. Аллилуйя! 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 Когда поешь, поешь, как будто ты просто с ним говоришь. Ты просто ему говоришь, господи, да где бы я ни шел. Ну вот где бы я ни шел. В клуб пошел. И ты со мной. Когда идешь везде, где идешь. Собрался пойти погрешить. Собрался порнографию посмотреть. Сказал, господи, пойдем со мной. Да-да, это не религиозный. Он же все равно в тебе живет. А ты как страус прячешь голову в песок. А страусу Бог не уделил разума. Поэтому не страдай страусиным синдромом. И поэтому, если ты идешь куда-то, иди с ним. И Давид говорит, пойду в преисподнюю, сойду в преисподнюю. И там ты меня настигнешь. Почему? Из-за завета. Из-за завета. Из-за завета. Вот почему. Если ты его сын, он и там тебя настигнет. Я говорю, идешь. Знаете, почему я говорю, идешь с Господом? Потому что, когда ты будешь идти с ним, он тебя остановит. Когда ты сел в очередной раз слюни пускать, он тебя остановит. И скажет, мальчик, хватит в порнухе сидеть. Ты станешь к 30 годам полным импотентом. Да? Да? Так что, мальчики, остановитесь. Вы нужны для продолжения роды. Аминь. Это сегодня мировая проблема. Но это, я думаю, буду на семейном служении об этом говорить в начале ноября здесь. Вот. А сейчас я буду говорить о великих делах Божьих. И я вам скажу, если мы с вами возьмем на вооружение Божье Слово, мы не зря пели, с чьим словом поверишь ты, то посмотришь. Через месяц, два твоей же сестры. И все твои проблемы, все твои ситуации, которые до сих пор ты не мог разрешить, они изменятся. Аминь. Аминь. Обними ближнего, поприветствуй, попророчествуй ему. Когда мы благословляем и пророчествуем. Спасибо, драгоценные, спасибо. Я благословляю вас, ваши голоса, ваши жизни. Да призерит Господь на вас светлым лицом своим. Аллилуйя. 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 Вот я думаю, мы готовы, но мы не будем, я постараюсь много не говорить, потому что у нас будет еще молитва. И мы будем своими устами высвобождать благословение в свою жизнь, в жизнь наших близких. Знаете, Бог что-то интересное делает. Мы живем с вами в особенное время, в последнее время. И в последнее время написано, что Бог говорит, я создам церковь мою, которую врата ада не одолеют. И сегодня церковь набирает силу. И поэтому Бог посылает пророков своих. Он говорит через тех, которые слышат его голос. И знаете, так важно написано, что мы должны слышать, что дух говорит церква. И сегодня дух говорит, возвратитесь к своим корням. Нам нужно выбросить все религиозные установки. Кто тебе сказал, как надо молиться? Кто? Кто знает? Никто не знает. Но кто-то тебе сказал. И поэтому ты приходишь в церковь связанный. Развязывайся. Скажи, Бог, развяжи все мои эмоции. Вы знаете, что написано-то? Не написано, что мы Бога прославлять должны в духе. Найди мне такое местописание. Написано и в телах, и в душах. Потому что когда твоя душа это эмоции, и когда ты в восторге, ты говоришь, Бог и твое тело, оно должно так же говорить. Потому что тело разговаривает. Тело никогда не врет. Поэтому люди умные, они могут сразу вычислить, когда ты врешь. Потому что у тебя сразу тело начнет говорить, что ты в обмане. Понимаете? Тело невозможно выдрессировать, чтобы оно не сказало. Если у тебя испуг первым, у тебя еще мозги не включились, а тело уже отреагировало. Правильно? Я говорю. Когда страх, у тебя еще мозги не включились. Почему тебе страшно и что тебя там пугает? А тело уже отреагировало. Поэтому тело Христово сегодня реагирует. Вот о чем я говорю. Тело Христово реагирует. И Господь готовит свою невесту. Он очищает ее. И мы можем с вами много о чем говорить. Вы знаете, я вот сейчас смотрю другим взглядом. Ох! У меня дух захватывает. Не знаю, как у вас, но у меня дух захватывает. И думаю, Господи, как хорошо знать истину. Как хорошо стоять на камне, на фундаменте. И какие бы ветроучения ни шли, ты знаешь свое основание. И поэтому ученики, они несли пробуждение, независимо от обстоятельств, которые их окружали. Вы знаете, они не заботились о своем пиаре. Как о нас будут говорить? Завладеем мы всем миром или нет? Они делали. И они были наделены властью. И они знали, что их дело правое. И что бы им ни говорили, поймите, поймите, они евреи. И у них закон и пророки. И мы вам, вся земля сегодня живет под благословением Авраама. И именно через Авраама благословляются и язычники, и все народы. Вы получаете что-то для себя? Это очень серьезные вещи. И когда кто-то противоречит, я не говорю о идолопоклонстве евреям. Я говорю о корнях и истине. И я вам скажу больше. Самый большой процент антисемитизма, он в христианстве. Вы понимаете? Христа ненавидят. И это дьявол. Потому что когда Иисус победил дьявола, а дьявол уже торжествовал уже. Представьте. Ну все. Ладно, ты там мне на горе не поклонился. Ничего. И он торжествовал, когда Иисус оказался на кресте. И когда он умер, он думал, что с его смертью все покончено. А оказывается, с его смертью началась жизнь. И когда ты так мыслишь, ты начинаешь радоваться. И дьявол был настолько уверен, что все с ним покончено. И вдруг прозвучало слово. Прости им, отче, ибо не знают, что делают. Через это прощение он высводил благословение. И потом сказал, совершилось. И вот в этот момент у дьявола, о нем написано, что он как лев, у дьявола выпали все зубы. И поэтому про него написано, что он ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Лев не глотает никого. Лев разрывает добычу. Поэтому не бойся, дьявол. Он тебя не разорвет. Ну и он не кид, чтоб тебя проглотить. Поэтому выдохни. И именно с тем, когда Иисус высвободил через прощение благословения на эту землю, благословение начало работать. И лицо Господне пристально смотрит на эту землю. Аллилуйя! Тебя вдохновляет это? По-моему, еще нет. Потому что ты не понимаешь, что у меня здесь бурлит. О, Дух Святой, дай мне. Я уже сказала, Господь, ты сам мне это дал откровение. Так вот сам его и скажи как-то. Потому что я сейчас начну вам говорить, знаете как, от восторга своего и то, и то, и то хватать. Но мы все-таки пойдем к первоисточнику. Пойдем к корням. Вот я здесь некоторый такой интересный, это откуда такой момент, исторический факт. Видите, в семени Авраама будут благословлены все народы, все язычники. И вот такой Антиох Эпифан, это очень злой тиран, который был сирийский царь. И он решил, что ему не нужны были иудейский народ и евреи. Знаете почему? Потому что они отличались от всех. Вот почему их не любят. И сейчас ты увидишь такую истину, которая сорвет с твоих мозгов все ограничения. И Бог что сделал? И Он хотел, чтобы евреи ассимилировались и растворились вообще как нации. Чтобы семя еврейское пропало. Но ему это не удалось. Это дух Антихриста. Он хотел... И вот этот Эпифан в переводе, это его прозвище, означает «Бог явленный». Каждый раз дьявол искал замену тому, что должно прийти. И он провозглашал как дух Антихриста, потому что Христос родился для земной жизни, чтобы сделать свою миссию. Но Он вечный. Он вечный от начала. И в Исаии, надо понять еврейские корни, в Исаии, в 7 главе, помните, там сказано о деве, что она примет и родит сына. Это не на Рождество появилось. Это сказано было много веков назад. Почему Иисус сказал «Исследуйте Писание, ибо через это вы можете иметь жизнь вечную». А Писание – это пятикнижие Моисея. Это основание веры вообще еврейского народа. Это оттуда, откуда пришел Иисус. И говорит «Родит сына, и нарекут ему имя Эммануил». Что значит «С нами Бог». Видите, к чему я-то говорю? Поднимались на земле люди, которые хотели занять роль Иисуса Христа. Которые хотели воссесть в храме. Но Иисус – это тот мессия, который послан Богом. И дальше. Вы знаете, каким образом… Я буду говорить о благословении. Каким образом мы можем изменить нашу реальность? Реальность у нас каждого своя, правильно? Какова твоя реальность? Сам себе расскажи о своей реальности. Какая у тебя реальность? «Сижу, одиноко, в темнице сырой, вскорбленный в неволе, орел молодой». У каждого своя реальность, да? Кто-то сидит, вот все, в тоске, денег нет, в ропоте, в недовольстве. Ну, у кого-то дело ничего идет. Кто-то каждый раз встает, скрипит, все болит, то болит. Ну, у кого какая реальность? У кого классная реальность? Мало кто поднимает руки. Вот в этом-то и суть. Поэтому я хочу говорить о том, что есть сила в благословении. И тогда наша реальность в корне изменится. Мы много слышали проповедей. Мы много понимали, ну, благословляйте, благословляйте. Но что кроется в этом? Почему так успешен еврейский народ? А мы новый Израиль. Мы сегодня через Христа вошли в благословение, правильно? И что? Благословение Авраамова никто не отменял. Оно по сей день покрывает. И если ты почитаешь, что говорил Бог, когда он его благословлял, он сказал, все благословлено будет. И то, и другое. И ты размножишься. И ты будешь великим народом. Где величие христианского народа? Ну, просто себе скажи, а где мое величие? Мы так в церковь придем, попыхтим. Да, велик, велик Господь велик. Только вышли. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Где величие? Великие, знаете, они не ходят вот так, правильно? Великие люди по-другому ходят. Их тело говорит о том, что они великие. А согбенные плечи говорят, что ты не великий. Когда идешь, я велик, Господь у меня велик. Величие – это что-то другое. Знаете, вот просто пример простой приведу. Ты сидишь в долгах, в проблемах, денег мало, проклинаешь правительство, погоду вот эту вот. Все на свете. Ну, я думаю, все, да? Я не одинока в этом опыте, да? Чувствую не одиноко по вашим лицам. Хоть вы мне и не говорите. И вот представь себе. Я говорила как-то о наследстве, вот сейчас мысль пришла. Я просто дам иллюстрацию, чтобы мы начали понимать. Потому что я человек практики. И знаете, ну, годы кричать можно исповедовать. Ну, а потом ты, если ничего не происходит, то ты в попугая превращаешься, правда? Ну, реально же, да? В попугая превращаешься. И сколько у нас с вами неотвеченных молитв. И мы уже и на Бога робчим. Я тебе молюсь. Я тебе вот сегодня день десятин, да, десятину принес. Я тебе десятину приношу. Так потому ты еще до сих пор живешь. Слава Богу. Что ты хоть умудрился десятину приносить. Это уже благословение для тебя. И вот представь себе. Мы кричим, мы наследники. Иисус Христос пленил плен и раздал дары человекам. Он обнищал ради нас, чтобы мы были богатыми. Ну, то есть все богатцы, да? Ну, кто-то исповедовал так, да? Давайте так, интерактив будет у нас такой, да? Говорите, что, да? Правильно я говорю? То есть я не сочиняю вам, правильно? Все написано. И вы также цитировали. И я также годами цитировала. И вот в чем суть. Ну, если бы мы были наследниками, неужели бы мы выглядели так ничтожно? Нет же, правда? Ну, ведь надо однажды себе сказать, что со мной не так, в конце концов. Ну, что со мной не так? С Богом-то все нормально. Он, как сказал Иисус, совершилось. Значит, совершилось. Написано, что Он взял все наши болезни и проклятия. Все. Написано. Написано. Мы пили с вами, что я спасен, что я исцелен. Это уже сделано. Значит, что-то с нами не так. И вот обыкновенный пример. Вот представь себе на мгновение. Сидишь ты в проблемах своих. И вдруг тебе приходит, ну, бумаги приходят такие, да? Приходит человек там с нотариуса или откуда-то там, уполномоченный кем-то. И говорит. Вы такой-то, господин Янис. Да. Вы получили наследство. В 5 миллионов евро. О! Аллилуйя! Ну так, вот сейчас на мгновение пофантазируй немножко. Повоображай. Потому что если воображение не работает, все, что ты видишь, что ты и будешь иметь. А если только видишь щита и открываешь холодильник, и там колбаска одна вот такая, сосиска, полсосиски осталась. И ты, о, господи, благодарю. Так оно и будет всегда. Что ты видишь, то и будет в твоей жизни, понимаешь? Я не люблю пустой холодильник, хотя и не ем так много. Но я всегда должна чувствовать достаток. Я открываю и могу что-то в нем съесть. А не так, что я открыла и только три огурца в банке трехлитровой осталось. Ну такие видели холодильники, да? Может он у тебя, я тебя не сужу. У меня тоже было так, что вообще есть нечего было. Было время такое, но я получила ключ к тому, чтобы этого у меня не было в жизни. И я знаю, что это такое мелочи. Потому что если ты в Царстве Божьем, если ты живешь по Его законам, Царство Божье никогда не банкротирует. Понимаете? На небе даже асфальта нет. Там, понимаете, дороги и золото. Не знаю, что там еще будет, но это правда. Я вам истину говорю. Поэтому я стала копаться в себе, что со мной не так. Почему то, что говорит, не работает? И вот представь, пять миллионов. Вообразил уже? Кто вообразил, что у тебя пять миллионов? А ну-ка встань, как человек-миллионер, как ты выглядишь. Стойка какая у тебя. А ну-ка. Так, я смотрю, кто-то не как миллионер стоит. У него нет. Воображение не сработало. О! А у кого-то сработало воображение. Молодцы. Круто. Вот садитесь. Я вам проиллюстрирую, как это выглядит. Представь себе, ты знаешь этого Яниса или там Петю, Васю, не имеет значения. Ты знаешь его и все его знают в церкви. Он такой всегда ходит, плечи вот так висят. И плачет еще все время, плачет и плачет. Ну вот. И вдруг наступил день служения, и этот Янис, Петя, Вася, не имеет значения кто из них, получил, что у него пять миллионов. Представьте. У него еще их нет в кармане. Бумаги только. Все подписано, все реальность. Просто надо некоторую процедуру сделать, да? И как выглядит этот человек после такого? Он так идет. И на всех смотрит. И улыбается. И мысли такие. Ну что, Линда? Понимаю. Хочется большего? Ну ничего. А ты что, Витя, улыбаешься так? Ну да, парень. Все будет хорошо. Работа тебе найдется. И ты уже идешь как Бог. Понимаете? У тебя всего лишь пять миллионов. Всего лишь. Потому что есть по сто миллионов, миллиарды есть. Понимаете? Поэтому те люди, у них крышу срывают, они уже себя человеком не чувствуют. Они уже как Боги. И вот ты идешь. И каким взглядом ты смотришь на всех? Тут их проходил. Вот здесь Саша сидит на первом ряду. У него вроде денежки водятся. И ты так смотрел. Саша, приветствую. Думает, а вдруг он меня сейчас возьмет благословить немножко. А как у тебя изменилась походка и взгляд на этого Сашу? Ну что ж, Саша? Домики продаются? Или как там у тебя бизнес? Ну ничего, Сашенька. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Весело, да? Так вот, если бы мы имели откровение о наследстве. Вот так церковь бы выглядела. Вот так мы бы выглядели. Мы бы не были убогими и согбенными. И почему-то что-то не так. Нам говорят про рабство. Да, мы рабы. Рабство живет у нас. До сих пор живет. Мышление неизмененное. Ты останешься пожизненным рабом. И смотрите, пойдем мы к Израилю. Так, вы получили какое-то для себя, да? Я вам, знаете, для того, чтобы понять, надо заложить хорошее, большое основание. Ну такое. А потом в своих мыслях, в своих действиях, в своей жизни строй, как тебе вздумается. Это твой строительный материал. Но фундаментом нашим является Божье Слово. И давайте посмотрим, что Бог сделал с Израилем. Что Бог дал Израилю такое особенное, чтобы они стали круче, величественней всех народов. А мы с вами привелись к этой лозе. Значит, мы должны питаться от корней этой лозы. И что он дал? Вспомните. Бог дал задание Моисею и сказал. Это было очень серьезное задание. Он повелел ему выполнить величайшую задачу. Эту задачу никто не выполнял. Ему нужно было вывести несколько миллионов людей из рабства. Понимаете? Эти люди, как эти люди выглядели? Когда люди 400 с лишним лет рабы. Представьте. Каково мышление? Я помню, как Крис Валатен говорил. Раб никогда не может вывести из рабства. Поэтому Бог позаботился о том, чтобы мышление Моисея не было рабским. Понимаете? Он взял его и поместил в дом фараона. И его мышление было не рабское. Его походка была царская. Он был сыном дочери фараона. Он был принц Египта. Он был образованнейший человек. Он знал все. Сегодня нам не надо эзотерику изучать. Но он знал весь духовный мир. У него было всякое познание. И он настолько себя чувствовал достойным. И поэтому Бог избрал его и говорит. Вы помните, для того, чтобы его все-таки привести туда, что он сделал. Смотрите, 40 лет он был в доме фараона. 40 лет он был в пустыне. И там учился закону Божьему. Потому что он получил другое знание. Он учился закону Божьему 40 лет. И через этих 80 лет началась другая эра. Он выводит народ. И 40 лет он ходит по пустыне своим народом. И знаете почему? Можно всякое трактовать. Потому что они не способны были. Это поколение, вышедшее из рабства. Оно не было еще способным войти в обитованную землю. И вошли только те, то новое поколение, которое родилось в пустыне. Можно трактовать ошибки того, другого, третьего. Это закономерность. И водя 40 лет по пустыне, получив закон от Бога, там на горе, от самого Бога, который Бог своей рукой написал скрижали и десять заповедей. Он пришел и 40 лет он обучал. И поднялось поколение, которое было пропитано не рабским мышлением, а имело уже царское мышление. У них было мышление, что они в завете с величайшим Богом. Богом, который сотворил небо и землю. Вы получаете для себя откровение? Вот что. Откровение меняет все. Ни техники, ни молитвы, ни то. Приходит откровение. Твои молитвы становятся другими. Твои действия становятся другими. Твоя жизнь становится другими. И тогда ты получаешь ответы на свои молитвы. И что было в сознании этих людей? У них был менталитет рабов. Ты можешь просидеть 30 лет в церкви и оставаться с менталитетом раба. У них не было чувства собственного достоинства. У них не было самоуважения. Мы говорим, ты придешь к Богу. Бог поднимет твое чувство собственного достоинства. И ты все живешь, живешь. И все живешь не достоинством. А в откровении там написано, достоин. Достоин принять агнец и богатство, и славу, и честь, и благословение. И дальше Павел говорит, разве не знаете, что Христос в вас? Это говорит о чем? Что если достойный живет в тебе, то ты можешь сказать, достоин я принять и богатство, и честь, и славу, и величие, и могущество. Аминь. Но почему не происходит? И есть что-то, наверное, чего мы не делаем. И если мы начнем это делать, я гарантирую вам, жизнь начнет меняться. И ты будешь удивляться. Двадцать лет, десять лет, пять лет. У меня ничего не менялось. И вдруг начало что-то меняться в моей жизни. И что сделал Бог? Он дал им три столпа веры, чтобы они могли изменить свою жизнь. И что это было? Изменить свою жизнь и стать народом, наделенным большой энергией. Начать уважать себя и почитать себя. Евреи ведут себя так. Почему, наверное, излятся на них? Потому что они знают, кто они. Они уважают себя, они почитают себя, они полные энергии. И я вам скажу, если статистически посмотреть, у меня сейчас этой статистики, к сожалению, нет. Что, какие научные открытия, какие изобретения, то другое, третье дело. Евреи, евреи, евреи и евреи. И это время не ненавидеть их и не сказать, ну и что. А вот сейчас у нас там Пупкин какой-то тоже вывел новый сорт помидоров. Я не смеюсь, все мы люди, все мы образцы подобия Бога. Но мы с вами в привилегии. Даже если мы по плоти не евреи, мы в привилегии, что мы привиты к этой. И мы можем стать таким же народом. Вы понимаете? Через Иисуса Христа. И написано, что все верные благословятся с Авраамом через Иисуса. Все верные. Поэтому тебе не надо на них злиться. Тебе надо раскопать, в чем их успех. Я последнее время думала. Думаю, вот у меня такое решение. Я так думаю. Думаю, а как интересно. Вот как же... Вот у меня иногда смотришь, у человека такие гениальные идеи. Я думаю, вот бы залезть под его корку. Бывали у вас такие, да? И просто на мгновение ощутить, как это он мыслит так. Что его мысли приводят его к прекрасным решениям. И если Бог покровительствует народу, то мысли Бога в их разуме. Понимаете? Можно сегодня говорить? Сегодня столько говорят. Вот те распяли Христа, те. И Евангелие пришло нам от евреев. И этого никто не отменял. Вы понимаете или нет? Пробуждение Христа мы знаем только через них. И мы должны это осознавать и понимать, и проверять себя. Чтобы у нас ни одной клеточки вот этого антисемитизма не было. Потому что мы с вами проиграем. Проклиная, ты проиграешь. Проклиная, ты усилишь тьму в своей жизни. И мы сейчас это посмотрим. И смотрите дальше. И что он дал? Он дал им всего три вещи, которые сделал их великим народом. И вот те же три столпа веры можно использовать человеку, не обладающим чувством собственного достоинства, самоуважения, разрушенности. Те же принципы, которые были даны народу, те же принципы Бог дает каждому из нас. И каждый из нас может выйти со своего недостоинства, со своей разрушенности и со своих этих всех вопросов, почему и то, и другое, и со своим ропотом. Помните, что произошло с ропотниками? И они пали в пустыне. Все, кто роптали, то есть проклинали, они погибли. Но те, которые уже обновленный разум был, те, которые уже благодаря Моисею и закону, который Бог дал, они были с другим мышлением. Они уже знали, что они особенные. И вот это многовековое рабство, оно уже не распространялось на них. И потому они вошли в обитованную землю. У каждого из нас есть обитованная земля. И ты можешь войти ее через эти три принципа, которые Бог дал своему народу, сняв с них позор рабства и сделав их мышление мышлением самого Бога. Халлелуя! Получаешь что-то для себя? Вай! Скажи, вай! Если что-нибудь получаешь, так кричи, ва! Знаете, самое хорошее, это когда ты так сидишь, подумаешь, а-а-а! Вот для меня, мне так всегда нравятся такие проповеди. И мне сейчас нравится эта проповедь, потому что меня Господь просто посетил. И смотрите, какие три столпа веры? Первое – это кровь Завета. Понимаете? Все на этом зиждется. У них был Завет с Богом. У евреев – это корни. И дальше Новый Завет через кровь Иисуса Христа. Мы в Завете. То есть это основание твоего благословения. Ты не язычник, ты не кто-то там. У тебя Завет. И Бог, как было ему доказать? Он поклялся самим собой и сказал, что я никогда не нарушу Завета. Второе – это моральный кодекс. Называется он «Десять заповедей». И если ты будешь читать, то везде Бог говорит. Десять заповедей – это моральный кодекс. Почему сегодня слабое христианство? Потому что моральный кодекс Бога говорит – не пожелай чужого. А все желают чужого. Так нравится чужой. Так нравится. Вот смотришь в свой огород, а у соседа трава зеленей. Что это такое? Ну скажите. И даже нам прямо вот наше подсознание запичкали этим хламом. Я давно приводила этот пример, но приведу. Вы знаете, реально бывает, что у соседа трава зеленая? Кто-то пережил? Я помню, мы жили еще на Гарковной. И я делала этот, как его, газон. Но я ко всему, когда подхожу, я подхожу. У меня всегда научный подход. То есть я исследую. Ну, я увидела очень многое, что много всякого хлама, который нам передают по наследству. Вот бабушка так делала. Бабушка варила варенье три часа. Оказывается, его полчаса надо варить. С чем было три часа варенье? И много таких вещей, которые… А знаете, почему три часа варили? Потому что знаний не было. Тебе просто надо, чтобы закваски там не было. Скипятил один раз, охладил, скипятил, охладил. На третий раз скипятил, залил в банку и закрыл. Кто варит еще варенье, вот вам рецепт. Вот. А бабушка варила это варенье три часа. И, в общем, много таких басней. Даже есть такая программа, когда вот эти мифы их разоблачают. Вот. И что я потеряла мысль? Что я говорила? Про траву. И вот я изучила все. Изучила, потому что в Лондоне это самые крутые газоны. Да. И, в общем, я решила, потому что я очень перфекционист. И все, что я не делала, у меня должно быть жутко хорошо. Сейчас Господь меня освободил от этого. И сказал, делай лучше мою работу хорошо. А вот это не трать так много энергии на то, что тебя силу забирает. Ну, в тот момент я еще была молодая, не такая, как сейчас. Поэтому энергии у меня хватало. Ну, в общем, я все распахала, все как надо, посеяла. В общем, смотрю, вроде газон, трава так, знаете, кто сел. Все не видно, не видно, а в один день как будто выросла. Я смотрю в окно и глазам не верю. Странно. Села как бы, ну, нормально, цельно газон. И ничего не понимаю, что с ним. А он у меня как ковер расписной. Вот эта часть желтая, там, зеленая, желтая. Вот такой вот весь желто-зеленый. Ну, какая-то трава желтее, а какая-то зеленая. Я ничего не могу понять. Думаю, да что ж такое. И я начала ковыряться. Ну, у меня же... Я избавляюсь от религиозных мозгов. Ну, я по этим... Как религия нас учит. Так, давайте родовое проклятие. Ну, покопаясь в этой земле. Так, может, анализ земли сдать. Может, еще что-нибудь. Может, еще что-нибудь. Может, еще... Я пошла по самым усложненным вариантам. И мне один человек, специалист, говорит. А ты удобрения вносила? Я встаю. А я уже все родовые слои просмотрела. Все корни бабушек и дедушек. И всех чертей полосатых, которые там жили. Все рассмотрела. Она говорит, а ты удобрения внеси. И все. Я говорю, да? Да? А я смотрю, главное, у соседа трава зеленее. Вот к чему-то я начала. А у меня вот непонятно что. Я купила удобрения. И мне еще подсказали. Ты как села ходила? Или как? Ты вот так. Возьми специальную машинку. И я равномерно внесла удобрения. Полила. И через несколько дней у меня трава была зеленее, чем у соседа. Получая откровение. Я не зря сказала. Потому что корни или почва у евреев, основание, было рабское. Рабское было. И для того, чтобы они вышли с этого рабства, Бог дал им, это сам Бог дал, завет и моральный кодекс. Чтобы они его соблюдали. Всего десять заповедей. И третий момент. Это самый важный, который высвободит нашу жизнь. Бог дал Моисею. Вот это все на горе Синай. А дальше, что являлось третьим столпом веры, евреи называют это благословением священников. Или благословение Аарона. И именно через благословение народ стал выходить из рабского мышления. Почему? Давайте откроем. Почему Иисус говорил? Сегодня же так неинтересно это читать, да? Мы же так сами объясняем. Ну, Иисус говорил. Это Матфея 5 глава. «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу Своему всходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же делают и мытари. А если вы приветствуете, и если вы приветствуете только братьях ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и язычники? И так будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вы чувствуете силу? В чем сила благословения? Когда мы благословляем, мы усиливаем свет Божий в ту ситуацию, в которой была тьма. Когда мы проклинаем, мы усиливаем тьму, и дело становится хуже, хуже и хуже. И Бог взял, это третий как столб веры, Он сказал Моисею, посмотрите, числа, и сказал, это 6 глава, 22 стих, «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону и сыновьям его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им, да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». И дальше говорит, так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и я Господь благословлю их. И перед этим он там говорит, в другом месте Писания, он говорит, и Аарон, и сыновья, каждое утро, когда они все встречались, он произносил благословение на народ. И Божье лицо, Бог обещал это, оно пребывало на этом народе, оно пребывало. И Бог им дал этот столб веры, и они это стали практиковать. Они не могли, те, кто имел рабское мышление, они не могли это сделать. Он говорит, благословляйте, а у них ропот прет, а у них ненависть прет, и они не могут благословлять. Сегодня многие мы молимся о чем-то, Бог, ну измени ситуацию, измени моего мужа, измени моих детей. А род полон гнева и проклятия. Понимаете? Неблагословение. Почему еврейские дети настолько успешны? Потому что у них в крови течет этот закон. Не что-то придуманное. Этот закон, это утверждение, это откровение, которое Бог дал, потому что благословляющих Бог благословляет. Когда ты благословляешь, ты призываешь свет Божий в тьму, в которой тебе нужно решение проблем. И вот этим рабским мышлением, им сложно было благословлять. Они не могли идти. И они умерли. Все пали костями в пустыне. Но когда ты начинаешь благословлять, Бог начинает работать. И у них каждый день, вы знаете, у евреев очень высокий статус семьи. Бог учредил субботу, даже не то, чтобы они были в его присутствии. Он утвердил субботу, чтобы они почитали Бога вместе с семьей и с детьми и находились в этот день в общении друг с другом без суеты. И поэтому Израиль процветал, и он будет процветать. И кто сегодня открывает рот и говорит, а там они такие, да они в Мессию распяли, да нет. Побойся, закрой свой рот, потому что наступит момент, потому что от падения их до времени, чтобы язычники были спасены, чтобы язычники привились к этой лозе. И в один момент это рухнет. И весь Израиль, как это долина мертвых костей, когда Езекииль пишет, это говорится об Израиле. Мы можем преломлять это в свою жизнь, но это конкретное пророчество об Израиле. Как пустыня, это полно этих сухих костей, но однажды это полчища восстанет. Понимаете? И мы часть этой великой славной Божьей победы через Иисуса Христа. И потому Иисус говорит, благословляйте, не проклинайте, чему учил, как Моисей учил народ, так Иисус Христос, когда пришел, он сказал, дорогие мои ученики, вы завоюете этот мир, когда вы будете благословлять. Вас будут убивать, а вы будете благословлять. Вас будут распинать, а вы будете благословлять. И когда свершится момент, я своим примером покажу, как это нужно совершить. И Он сам дал себя в образец. Аминь. Вы посмотрите, какие сегодня в церквах, в семьях, между динаминациями, какая ненависть, самая страшная ненависть и проклятие. Это в христианском мире среди динаминаций. Вы понимаете? Те проклинают, вы еретики, те проклинают то, те проклинают, ты не так молишься, проклинают, все проклинают, проклинают и проклинают. И потому это зло торжествует. Но пришло время вернуться к истокам. Три вещи. Кровь Иисуса. Десять заповедей. Не убей, не прелюбодействуй, не пожелай чужого и прочее, прочее, прочее. И третье основание нашей веры. Это благословляйте ненавидящих вас. Молитесь за обижающих вас. Наш менталитет, наш мозг дымится. Дымится наш мозг. Как это благословлять? Ну, как это благословлять? Это сделал мне столько слав. Как благословлять? Знаете, я знаю этот принцип. Я до конца не знала этого учения. Но принцип эти, когда мне Бог говорил, я это делала. И в самые отчаянные обстоятельства, когда не хотелось никого благословлять. Когда не хотелось, потому что люди не заслуживали этого. Это наше мышление. Типа благословить, а надо заслужить чего-то. Ты должен благословлять, а Бог будет работать. Благословляющих меня я благословлю. Проклинающих меня я проклину. Почему даже написано? Благословляйте Бога. Если ты хочешь от Него иметь благословение, благословляй Его. Когда идешь сквозь огонь, благословляй Его. Когда ты в темнице, когда апостолы оказались в темнице, избитые в кандалах, и они сидят и славят Бога. Благословляй. Они не песнопениями занимались, они славили Бога. Потому что они знали, что когда сейчас они будут прославлять, они знали, у них в крови течет это, этот принцип их господства, их величие народа по сей день. И у них это в жилах текло. Они знали, что когда они благословляют, они усиливают славу Божию на своей жизни. И там как получилось? Они пели и славили Бога. И вдруг, что произошло? Оковы упали. Темница сотряслась. И слава Божья пришла. Ты хочешь, чтобы наконец твои оковы упали? Начинай благословлять тех, тех, кто тебе сделал так много зла. Тех, кто навредил, пока ты их проклинаешь, ты усиливаешь их зло в своей жизни. Понимаете? Давайте закрой глаза сейчас и скажи, Господь, пропитай, открой, дай мне откровение. Пусть этот мой бунтарский ум сейчас замолчит внутри меня. Дай мне это откровение. Я хочу войти в это величие израильского народа. Вообще твоего Божьего народа. Израильский народ – это Божий народ. И мы через Христа – Божий народ. Дай войти в это величие. Дай войти в это величие. Дай войти в это величие. Пусть это откровение прожжет сейчас сознание и всякий бунт, и всякое противление, Всякое рабство, оно рухнет, чтобы прекратился ропот, чтобы прекратилось проклятие, чтобы начали мы высвобождать благословение, благословение, благословение судьбу близких, благословение. Выведи народ свой из темницы обвинения, ропота, недовольства и проклятия, и пусть эти темницы рухнут, сознание освободится, разум освободится, обнови духом ума, обнови, 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 обнови. Боже, ты ревнуешь о наследии своем. Боже, ты ревнуешь о наследии своем. Дал сам Бог, и Он желает видеть каждого из нас в благословении. В благословении. И смотрите, подари Ему славу. И знаете, что такое преемственность? Что такое преемственность? Бог дал Моисею. Все, это основание. Он научил народ. И с поколения в поколение. Эти три основные столпа веры. Они сделали этот народ величественнее всех народов. Величественнее всех народов. Все деньги этого мира в руках евреев. Понимаете? Сейчас Господь забери евреев из земли. И она полностью банкротит. Забери евреев из Америки. Америка банкротировала. Все банкротировала. И Бог это свое семя дал для благословения. И поэтому дьявол ненавидит евреев. Ненавидит. Дьявол любит держать человека в рабстве. В рабстве. В нищете. И сам дьявол, он живет в религии. И до сих пор он главенствует. Он творит бесчинство там. Весь рассадник греха. Не побоюсь сказать. Откуда все пошло распутство. И по сей день это распутство в церках христианских, протестантских и всяких. Это католическая церковь. Папа, которая создала свой статус неприкосновенности. Понимаете? Папа неприкосновенен. И мы знаем эти страшные времена. Почему у людей, они даже не понимают, подсознательно отравлены к церкви. Умы. Потому что сделано столько зла. Эти все средневековья, эти черные времена. Буквально недавно я смотрела фильм. И это откровение. Бог стал мне показывать это. И он говорит, церковь моя должна вернуться к первоистокам. Понимаете? Он говорит, Иисус, что он делает? Он предал себя за нее. Очистить, чтобы представить ее святой. И вот это понятие святости, оно настолько опорочено. Да извращено оно. Как будто святость, это ты себя зажимаешь, стягиваешь, стягиваешь. А потом как тебя растянуло? Мало тебе не покажется. Святость – это ходить в его присутствии. Это благословлять его имя. Это благословлять ближних. Это благословлять себя. Это благословлять свои корни проклятия. Прощать, отпускать и благословлять. И ты будешь удивляться, что ты начнешь расцветать. Родословное проклятие. Ты можешь только разрушить через благословение. Через благословение. И потом сказал, благословляйте. И в Откровении там написано, что через Иисуса он сделал, написано, нас царями и священниками. Нам не надо сегодня Аарона ожидать или пастора ожидать через Иисус. Он сделал тебя уже священником. Аминь. Поэтому это священническое помазание на каждом. И ты можешь его высвобождать на детей. Ты можешь его высвобождать на своего мужа. Чтобы судьба, которую Бог определил для Него, она состоялась. Когда ты проклинаешь, ты останавливаешь человека войти в Божью судьбу. Когда ты проклинаешь себя, ты останавливаешь себя войти в Божью судьбу. А у Бога есть благо для тебя. Бог не видит ничего плохого в тебе. Он говорит, ты сын мой возлюбленный в тебе, мое благоволение. Ты образ и подобие мое. Я смотрю на тебя. И я люблю тебя такого. Я люблю тебя как отец. Я люблю тебя любовью с торгой. Безусловной любовью. Безусловной. Это больше, чем что-либо. Это то, что строит наше достоинство. Потому что физический отец, он строит наше достоинство. Он наш обеспечитель. И если ребенок растет в обеспечении, у него никогда не будет страха, что у него не будет денег. У него всегда будет уверенность, что он всегда будет процветать. Это то, что должны дать земные родители. Бог, он и мать, и мать, и отец. И его материнская часть – это проявление его заботы, проявление его утешения, проявление его любви. Потому что он сравнивает себя. Забудет ли мать грудное дитя? Но если она забудет, я никогда тебя не забуду. Есть одно из имен Бога, питающий грудью. Вы понимаете? Здесь такая глубина. И кто-то нас обворовал. Кто-то украл у нас эту силу. И мы продолжаем жить. И даже то, око за око, и зуб за зуб, и то, что Иисус говорил, оно все извращено. Вы знаете, что интересно еще? Начни читать Библию, послания по-новому. В третьем веке, когда вообще Библия вся была переписана, в угоду религии и самому дьяволу. Тора – это свиток. И все писание написано без всяких глав и стихов. Там идет цельная мысль. Знаете, я стала читать послание фессалоникийцам с первой главы. И я понимаю, что эта глава закончилась, а мысль-то пошла дальше. И знаете, что сделал дьявол? Это Константин, по-моему, я не помню, третий век, когда Библия была переписана. И ее тогда разделили на главы и на стихи. Знаете, для чего? Чтобы, и я сейчас так и делаю, чтобы твои какие-то, знаете, новые там откровения, или даже, почему сегодня христианство столько направлений имеет? Человек берет, и на одном стихе у него базируются все его мировоззрение и его вера. И представьте себе, почему написано «неосновательный человек», основание, вот где корни. «И в чем неосновательность?» Вот стих, который... Я в паптистской церкви в детстве родилась там. И там говорили и заставляли женщин рожать каждый год. И в домах было насилие и беспутство, распутство было. Женщина не может каждый год ходить беременнее. А мужчины смотрели на других, которые не беременны. Понимаете? Это проклятие. И оно откуда-то пришло в христианский мир. И они говорили, типа, унижая женщину, они говорили, читали. И целое учение было, учение на одном стихе. «Спасется через чудородие». Ну, впрочем, спасется через чудородие. Ну, и еще, главное, чудородие. А еще, если пребудет, вери там и в том, и в другое. И все так верили. И женщины разрушены. Продолжали рожать детей, которых не хотели. Которых ненавидели. Они были как инкубаторы. 12-13 детей. Это мое поколение. Поколение моих матерей и отцов. И ты смотришь на эти семьи, эти дети в проклятии. Потому что их никто не ждал. Вот что делает религия. Она вторгается в те сферы, чтобы опорочить то, что Бог вообще не делал так. У него даже таких намерений не было. У него было только одно намерение. Во благо, а не во зло. Чтобы дать тебе будущность и надежду. Вот его намерение. Ну кто мог так опорочить и создать имидж злого Бога, который есть абсолютная любовь. И они верили. И представь себе. И вдруг человек верил, верил. И ему дают другой перевод этого стиха. А там совсем другая мысль. Идея другая. И ты сидишь как. Моя вся жизнь так была. Начни читать Слово Божие по-новому. Ты будешь удивляться, как Дух Святой начнет тебе такие откровения давать, что будешь... А я все время слышал на проповедях. Выходят от этого места. К этому прилепят. Еще прилепят. Есть цельность. Мысли, которые... Законов Божьих, которые Он высвобождает. И этому учил Моисей. Дальше пришел Христос. Он учил своих учеников. Тем же самым принципом. Кровь моя Нового Завета. Десять заповедей. Моральный кодекс. И о нем апостол Павел говорит. Разве не знаете, что ни блудники, ни поклонники, ни те, ни третий моральный кодекс? Он продолжал его проповедовать, учить его, насаждать, менять сознание и умы людей. И третье. Он то же самое учил. Смотрите, чему учили апостолы. Римлян 12.10. Он говорит. Тот же Павел продолжает то же самое. Эту линию. Благословляйте гонителей ваших. Благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь радующимся и прочее, прочее. Он говорил об этом. Потому что какое гонение они пережили. И что взамену пришло? Пусть сегодня сознание освободится. И пришло другое христианство. И пришло другое христианство. Подмена. И что? Начались крестовые походы. Начался христианский террор. Вы понимаете? Вы понимаете? Что мы потеряли? Вот почему нет силы. И по сей день церковь воюет церковью. Тот того отлучает. Те идут свое. И произошел хаос. Хаос. И знаете? Вот это насилие, о котором я говорю. Это рассадник. Если ты хочешь прочитать историю. Я ничего не имею против этой католической церкви. Я знаю, что в каждом народе, боящийся Господа, он угоден ему. Всякой религии есть люди, которые реально встречаются с живым Богом. Я не перечеркиваю это. Я говорю о корнях. Почему мы с вами без корней. Есть корни. Эти принципы основные. Сегодня что-то вытворяют. И каждый говорит. Я договорился с Господом. С каким ты Господом договорился? Тот, который дал десять заповедей. И который не изменяет им. Это ты с этим Богом договорился? Который сказал тебе, не делай этого. Вы представляете, какое безумие? И мы не замечаем, как поражается наш рассудок. И наше мышление. Благодаря вот этим многовековым уже религиозным и языческим идолопоклонническими этими установками, мы уже запрограммированы. Потом у апостола Павла так много говорит. Обновитесь духом ума. И если это не произойдет, вы останетесь внизу. Вы не сможете войти в то, что я приготовил вам. Вы не сможете жить по законам Царства Божьего. Понимаете? Тот, кто живет, и кто видел, когда здесь приезжала Изабель, служила, это люди, которые вошли, они учатся жить по законам Царства Божьего. И если ты живешь по законам Царства Божьего, ты не будешь в рабстве. Знаете, законы Царства будут работать над каждым верным. И какие бы темные времена не пришли на эту землю, когда придут времена, и люди будут ужасаться, люди будут бежать от страха, от ожидания грядущих бедствий. Эти времена грядут. Сегодня люди живут в страхе. Никто не знает, что ожидать от экономики. Но тот, кто живет по законам Царства Божьего, у него есть обетование, и он спокоен, и он говорит, не видел я праведника с протянутой рукой, и детей его, нуждающихся в хлебе. Придут времена, когда ты не сможешь ни купить и ни продать, если ты поглоняешься Богу. Богу евреев. Богу, который создал все видимое и невидимое. Богу, который создал свою церковь. Ты не будешь иметь проблем. И все проблемы и страхи вот здесь у нас в мозгах. И смотри дальше. Это мучил Павел. Павел шел в языческий мир. Это мучил Петр. Первая Петра. Первая Петра. Смотрите, чему Петр учил. Первая Петра. Три и девять. Он говорит, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Понимаете? Не воздавайте. Именно так, когда вы благословляете, знайте, что вы не просто бездумно благословляете. Вы знаете, что когда вы благословляете, вы входите в свое благословение. Халлилюя. Халлилюя. Это истина сделает нас выше всякого народа. Выше всякого народа. Вы еще не устали? Приведу пример. Насколько наш разум всегда настроен на негативность. Я слушала проповедь одного человека, как раз который говорил о глубине благословения. Бог дал ему откровение. И он говорит, с чего у меня началось? Я ехал, ну, служитель божий, с ним жена сидела. Я еду за рулем по фривейлу. И, говорит, молодой человек обгоняет меня, подсекает, и что-то видно, он там хотел вернуть, и притормозил. Потому что, видно, разогнался, чуть не врезался в того, кто впереди ехал. И притормозил. И, говорит, и с меня просто вот так, я затормозил, говорю, идиот! Жена смотрит, ты что? Он говорит, а что он? Сколько знаком этот опыт? Да? Грешен батюшка, да? Вот. И он говорит, и Бог заговорил со мной. И сказал мне, а почему ты его проклинаешь? Ну, я, говорит, стал объяснять. Потому что он идиот. Я чуть на него не врезался, чуть не видел ситуацию, что ли. Он говорит, подожди, ты даже не знаешь этого человека. И ты проклинаешь его. Ты же его не видел. А ты знаешь, когда ты проклинаешь его, ты проклинаешь меня. Потому что я создал этого молодого человека. он говорит, я сидел, для меня это было новое. И Бог сказал, благослови его. Но я сказал, ну, благословляю. Он говорит, нет, нет. Благослови его так, как ты бы хотел, чтобы я благословил тебя. Это принцип Божий. И он говорит, я стал его благословлять, чтобы он, Господь, вошел в свою судьбу, которую ты приготовил для него. Ну, я стал благословлять, как я хотел бы, чтобы в моей жизни было. И он говорит, машина наполнилась такой славой Божьей, и внутри было такое торжество. Почему написано, благословляйте, молитесь за город, благословляйте каждого человека. Мы идем евангелизировать. И что? Он говорит, да пошли вы, сектанты. А он говорит, ух, козел какой, а, идем, урод, идем, злимся. Понимаешь, типа нас там отвергли. Мы никогда не завоюем этого города, если мы будем проклинать людей в этом городе. принцип благословляйте. Не просто убивающих вас, ненавидящих вас, клевящих на вас. Когда эта проповедь звучит, или ты говоришь, да что ты так злишься, благослови, не религиозничай. Слышали, да? И сами, наверное, говорили. Это религия. Религия – это проклинать. Религия – это тот же, в чем мы живем с вами. Понимаете? А истина Божья на трех столпах. Веры. Кровь Иисуса. Моральный кодекс. Десять заповедей. И благословляй. И благословляй. Потому что благословляя, ты будешь входить в свое благословение. И я когда эту историю слышала, я вспомнила, я как-то даже делилась, я вспомнила, как Господь меня тоже остановил. Я помню, подъехала к Скайу. Я зашла в магазин, выхожу и иду к машине. А здесь стоит вот такой большой джип там, Порше какой-то там, да, как правильно, да, марка такая есть. Вот такая вот, махина такая крутая. И сидит там молодая девица, девушка такая вся. А я иду себе, иду к своей машине, да, иду. И взглянула на нее, ее взгляд такой. И я думаю, ну, немножко зацепила, я пошла, села, да, и еду дальше. Знаете, почему вникать нужно в себя? Обращая, что срабатывает у тебя. Мне Бог такой урок преподал. Я сажусь, села в машину, а взгляд ее не отпускает. И у меня пошли мысли. Знаете, какие? Сидит. Фифочка. Что она за свои деньги заработала, да? И понеслась. И я еду домой, а мысли прям роятся. И такое благословение, да, исходит из моих уст. И я пошла, сидит, еще смотрит с рожей. И вот ты прям зацепила, и я сама с собой разговариваю. Одна в машине. Еду, говорю, говорю. И потом следующая самая коронная религиозная фраза. Ха, на своем Порше да в ад едешь. И Господь мне говорит, слушай, а что ты так решил? Ну, что она на нем едет в руку. А ты на свои прям в рай поехал? Почему так решила? Я сижу, у меня, знаете, вот как пелена упала сквозь. Я сижу и думаю, и правда, Господи. Он говорит, откуда ты знаешь? Да вообще, она может на тебя совсем не смотрела. Она просто сидела, может быть, и презренно о ком-то думала, и в ее взгляде это выражалось. Или злилась, или она вообще тебя не видела даже. Почему ты решил? Сколько мы таких умозаключений делаем, да? Я это рассказываю как есть. Потому что из этих маленьких откровений ты входишь в реальную Божью славу. Не через что-то. Мы привыкли религиозно себя обманывать. Сейчас помазание приедет. О, помолись. О, помажь, еще лем. О, еще по пророчеству лем. О, все. Ну и на этом все и закончено. Польстил своему уху, да? И все еще слава Богу послушали. Какой ты крутой типа в планах Божьих. Только что-то в жизни крутизны не видать. Мне надоело. А мне надоело. Реально надоело. Просто надоело. И я еду. И у меня так... Я сказала, и правда. Я говорю, да я благословляю эту девушку. И стала ее благословлять. Я до конца не знала принципов. Но кто любит Бога, любящим он дает знания. И я сижу, и такая стала ее благословить, и радость у меня такая наполнила мое сердце. И я говорю, и я запела, один едет на трамвае и славит Господа, другой на Жигулях славит Господа. И я на своем джипе славлю Господа. Она на своем парше славит Господа. И стала славить Господа. Аллилуйя. Есть сила в благословении. Есть сила. Когда я еду по городу, я не всегда это делаю, но я стараюсь. Я еду, и когда какой-то козел меня подсекает, я говорю, будь благословен, козлик мой. Господь, благослови его, чтобы он больше не подсекал никого. Благослови. Когда я еду и вижу на хороших машинах и едут красивые люди, достигшиеся чего-то, я говорю, Бог благослови его, пусть он будет в царстве Божьем, и царство твое расцветет, и его десятина придет в народ, твой в дом, твое царство, твое усилится. Аминь. Еще один пример приведу. Почему мне так смешно, потому что он приводил пример, и у меня точно на эту тему есть пример. Он говорит, один служитель каждый раз проезжал мимо клуба, там ночной клуб был, и он такой ревнитель, ну что, нечестивое место, да, чтобы оно засохло, и он такой вся, воемец, да пусть оно дотла сгорит, да там ну и проклинал. И этот служитель его услышал, говорит, а он каждый раз проезжает мимо и смотрит, ничего не происходит, а на парковке все больше и больше машин. Понимаете? Когда мы проклинаем, мы усиливаем тьму, когда мы благословляем, мы усиливаем свет Божий. Услышьте меня, это принцип Божий, и он его не отменял. И когда ты приходишь, Бог, я не могу благословить, этот урод мне, знаешь, сколько зла сделал? Он говорит, да, он урод, ну благослови его, чтобы он не был уродом. И когда ты начнешь его благословлять, с этого урода откроется дар Божий, и он потом будет тебя благословлять. Аминь. Принцип благословения, это сильный. И вот он проклинал, проклинал, а тот ему говорит, хватит тебе проклинать, говорит, начни благословлять. Где ты увидел, чтобы Бог проклинал кого-то? У Бога есть намерение, и оно во благо, не во зло. И он говорит, нет воли Божьей, чтобы кто погиб. Но чтобы все спаслись и достигли познания истины. И через проклятие мы не достигнем, мы не завоюем этот мир. Мы не завоюем себя для Бога. Мы не завоюем своих детей для Бога. Мы не завоюем свое родство для Бога. Мы будем просто идти на дно, на дно и на дно. И тот услышал его и стал благословлять. И каждый раз когда он прожил, Господь, благослови, благослови это место. И каждый человек, который предназначен для спасения, пусть он будет спасен. Прошел месяц, он проезжает и смотрит надпись. А, машины стали уменьшаться, и потом смотрит надпись, продается. и не от того, что он обанкротился. Непонятно по каким причинам. Я когда это услышала, так смеялась. У меня один раз ревность взяла. И смотрю, вот эти фениксы, стоят, и там, и сям, да, и там, и сям. И я, короче, взяла на себя миссию такую, проклинать их. И я проезжаю и говорю, во имя Иисуса я проклинаю, засохни, засохни. Ну и долгое время так еще проезжаем с кем-то, я такая еще провозглашу, смотрю, их все больше и больше. Вот когда я его слышала, а у нас там на чаке, на углу тоже феникс стоит. Я его чуть проклинала, он процветает. И я поняла, надо благословлять. Благословлять. Благословлять своих детей. Не проклинать. Благословлять своих мужей. Не проклинать. И почему мы проклинаем? Потому что они не делают, не всегда не делают хорошо. Не всегда дети делают хорошо. Не всегда отцы делают хорошо. Не всегда матери делают хорошо. Не всегда. Не всегда. Но мы сидим здесь, вроде мы верующие, а в доме, когда мы псих, выходит из нас, мы готовы размазать детей. ненавистью, проклятиями. И потом думают, что он такой болван, болван. Он и будет болваном. Кем он еще будет? И ты усугубляешь проклятие. Сегодня время нам покаяться и сказать Господи, дай мне это откровение. Когда зло меня мучает. Вы понимаете, Бог нас призвал к осознанному, осмысленному служению. Не к попугайству. Попугаем ты уже побыл и ничего не имеешь. Он призвал, чтобы мы осмысленно, осознанно начали себя благословлять. Начинай благословлять. Своё тело. Зачем ты так его ненавидишь? 5 килограмм лишних. Еще 10 будет лишних, если будешь проклянуть. Да? Одна женщина, я помню, я разговаривала с ней, она такая очень полненькая женщина. И она так мучилась. И она говорит, что делать, что делать, что делать. Я сидела, думала. И молюсь Господу. Думаю, что ей сказать. И когда она мне рассказала один момент, как она проходила мимо витрины и увидела себя, что она как бегемот выглядит. И она говорит, я посмотрела на это тело. Фу, я прям, я наконец ненавижу своё тело. И когда она только это сказала, мне Дух Святой сказал, скажи ей, пусть начнёт благословлять. Потому что всё, что ты ненавидишь, оно будет мстить тебе. Мстить тебе. Ты высвобождаешь. Высвобождаешь. Ещё большее проклятие. Когда ты проклинаешь. Я ей сказала, слушай, знаешь что? Я знаю, как тебе похудеть. Тебе даже диеты нужны. Начинай себя благословлять. Начинай любить себя. Благословляй своё тело. И знаете, прошло пару лет, она уже на 35 килограмм похудела. Аллилуйя. И она действует этим принципом. И когда я услышала свидетельство, сказала, Оля, не мешало бы тебе тоже продолжить это. И на своих детей, и на всё. Потому что мы забывчивы. Но Бог приводит. Он даже даёт нам пережить какие-то ситуации в жизни, чтобы мы осмысленно увидели Божьи планы и судьбу. И увидели замыслы врага. И встали на сторону Бога. И начали благословлять. 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 И ты будешь удивляться, как всё начнёт меняться. Халлилуйя. Давайте сейчас встанем. Не-не, посидите ещё. Извините. Я вспомнила. Потому что я не хочу вас оставить без благословения. Нам нужно собрать пожертвование и принести наши десятины. Потому что это великое благословение, когда мы Бога почитаем с жертвами своими, когда мы Бога почитаем своими десятинами. И сам Бог сказал, хотя бы в этом испытайте меня. Не открою ли я для вас окна небес благословения и не пролю ли на вас. Поэтому каждый раз, когда ты приносишь пожертвование, знай, что твоё пожертвование это не просто побор какой-то. Это великая честь вкладывать в Царство Божие. И плюс, каждый – это акт нашей веры. И когда ты жертвуешь, знай, через твою веру, осмысленную жертву, экономика Латвии будет исцеляться. Потому что это Божий принцип. Он говорит, когда народ мой смиряется передо мной и отвращается от злых путей, когда народ мой не обворовывает меня и приносит все десятины и приношения в дом мой, то я услышу с небес и исцелю их землю. Это Божий принцип. Это опять те же корни, откуда мы питаемся. Начни молиться, скажи, Бог просвещай моё мышление, дай мне по-новому читать. Знаете, для меня сейчас читать Библию раньше, вот всё знаешь, а сейчас по-новому читаю. Я только сейчас думаю, вау! Я в шоке, думаю, Господи, да ты прости меня, пожалуйста, что я вот на эту тему проповедовала, на эту. И я поняла, почему апостол Павел сказал, немногие делайтесь учителями. Немногие. Мы можем доктрины лепить, зомбировать умы людей, то есть обманывать людей, потому что мы не говорим полную истину, мы её сами не знаем и придумываем свои откровения. И сегодня настолько модно. Мне Господь дал откровение. Я бы откровен. Слушайте, если бы тот же Господь давал откровение, у нас бы они были одинаковые. Вы понимаете? Ну, логику включать надо. Бог-то очень логичен. У Него всё логично. Все законы, вся вселенная Ему подчиняется. Всё по законам Божьим. А не просто беспредел. Беспредел – это в наших мозгах. Поэтому возьми, возьми свои десятины, поднимем давайте. Аллилуйя! Господь, мы благодарим Тебя, что мы можем, как Твой народ, укоренённый в Тебе, быть в этом собрании и принести свои жертвы и десятины и почитать Тебя ими. И мы благодарим Тебя, что через нашу верность, через нашу святость и почтение Тебя и благословение Тебя, наша земля будет благословлена, наша земля будет исцелена, наше правительство будет поклоняться Тебе. Мы благословляем во имя Иисуса Христа. Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! И сейчас, когда мы соберём пожертвования, мы встанем и начнём сейчас прям практиковать это, начни благословлять своих детей. Начни. Кто хочет, чтобы пришли перемены в судьбу ваших детей? Все мы хотим. И мы до этого времени неосознанно, то, что в нашем старом мышлении, любя их, мы проклинали. Мы всё время говорили. Мы хотели перемен в лучшую, а делали всё хуже, хуже и хуже. Но если мы хотим изменить ситуацию, в которой мы находимся, в которой находятся наши дети, в котором находится наш бизнес, любая ситуация в твоей жизни, начинай её благословлять. Начинай благословлять. И как только ты будешь утром поднимаешься, благословляй. Благословляй своё тело. Вы знаете, там один интересный свидетельство я слышал, как мужчина, у него там с сердцем была проблема, и там ему эти шунтирования, да, делали, и прочее. Ему нужно было ещё делать. У него очень была большая проблема. И он услышал об этом, и он начал благословлять. И каждое утро он вставал и говорил, Господь, ты соткал все внутренности мои. И все мои там эти сосуды, и всё, ты соткал их, и я благословляю, и я благословляю, и я благословляю. И каждый день он благословляет. Когда он пришёл к доктору, тот посмотрел, сказал, вам не надо ничего делать. Мы даже не замечаем, как мы проклинаем себя болезнями. Заболело там что-то. Ух ты, это паршивая нога, опять там, или колено. И мы обзываемся. Я говорю, потому что мы так делаем. Я не одинока в этом опыте. Ой, это то. Начинай благословлять, как Господь, ты соткал меня. Ты, все внутренности. Я благословляю свою печень, я благословляю сердце, я благословляю свой разум, я благословляю свою душу, я благословляю своих родителей, я благословляю свою бабушку, колдунью, из-за которой я терплю поражение, я благословляю её. Это реальность. Пока мы их проклинаем, проклятие будет усиливаться, оно держится на нас, и пусть хоть сто раз Мадабука будет молиться за тебя, оно будет опять проявляться в тебе, и опять проявляться, и опять проявляться. Но как только ты начнёшь осмысленно благословлять, благословлять, возьмёшь ответственность за свою жизнь и скажешь, я больше не проклинаю ни отца, ни мать, ни того насильника, который изнасиловал меня в детстве, я больше не проклинаю, я благословляю. Разум будет кипеть и сказать, как ты можешь тирана благословить, а ты скажи, я как Иисус стараюсь делать, когда Его тело разорвали, когда Его обезобразили подши сынов человеческих, Он был способен сказать, благословляю, и отпускаю, и прощаю. И мы с вами имеем такого первосвященника, который может сострадать нам во всём, потому что Он прошёл этот путь, и Он дал Себя в образец, чтобы мы вошли в ту славу, в то сверхъестественное, что Он имеет для нас. Почему? Тень Иисуса не исцеляла, а тень Петра исцеляла, потому что они вошли, они поверили, они практиковали, они не проклинали тех, кто их избивали, тех, кто клеветали, тех, кто пендали им давали, они не проклинали, они благословляли, благословляли. И то обетование, которое Иисус сказал, дела, которые я сотворил, вы больше сих сотворите, оно начало работать в судьбе апостола. И Пётр даже не напрягался, даже не напрягался, он не был шоуменом со сцены, делайте то, крикните то, он просто шёл, а его тень исцеляла людей, он шёл, а из людей выходили бесы. Я хочу такого Бога, я хочу укоренённый, я хочу вернуться к корням, от тех, откуда нас оторвали и навязали нам новую христианскую религию, которые обманули нас, но мы возвращаемся к корням, к первоапостольской церкви, к тем учениям, которые оставлены нам, и их никто не отменял. Благословляй, ты благословляешь. Когда ты благословляешь, ты разрушаешь проклятие. Когда ты проклинаешь, ты усиливаешь проклятие. Поэтому давайте сейчас встанем. Благодари Бога, скажи, Бог, я хочу выйти со своей ситуации. В конце концов, ты сказал, что каждый человек своей верой живёт. Ты не сможешь жить моей верой. Я могу только делиться своей верой. Но каждый из нас живёт своей верой. И если ты чувствуешь, что это корни, это то основание, это истина Божья, то ты пойдёшь. Ты выйдешь с тупика. Тебе не нужны никакие служения и исцеления. Тебе не надо имитировать помазание и казаться значимым служителем. Ты будешь нести истину, а истина будет исцелять людей. Тебе даже не надо напрягаться, потому что это не твоя работа. Это работа живущего в тебе, Господи. Аминь. Халлилуйя. Халлилуйя, Господь. Я благословляю народ Твой. Я благословляю это место. Это место Твоей славы. И пусть оно наполнится Твоей славой. Я благословляю все планы, которые и намерения, которые Ты имеешь для народа своего, для наследия Твоего, для Твоих сыновей и дочерей. Я высвобождаю это благословение. Мы благословляем нашу землю. Мы благословляем наше правительство. Мы благословляем наших детей. Мы благословляем наше родство. Мы благословляем наших врагов. Мы благословляем проклинающих нас и ненавидящих нас. Мы не даем им силы, мы включаем твой свет и твое солнце правды. Она восходит над этими судьбами, которые способны изменить все. И даже ты сказал, что и враги будут обитать с нами. Мы благословляем, мы благословляем. О, Бог, измени наш менталитет рабский. И пусть культура твоего царства божьего, менталитет царства божьего будет в нашем разуме в виде благословения. Мы благословляем эти финансы. Я благословляю каждого человека, который написал эти записки. И я ходатайствую, пусть откровение придет в их разум и в их жизнь. Чтобы эти записки больше не писались. Чтобы человек получил свой ключ к своему исцелению, к своему благословению. Господь, благослови этих людей. Благослови эти десятины, приношения. Пусть слава твоя покрывает. И пусть через эту верность Бог сегодня придет за бред на всякого пожирающего на этом месте. Через свои десятины приношения мы высвобождаем благословение. И запрещаем пожирающему быть на этом месте в судьбе каждого человека во имя Иисуса Христа. Халлилюя! Вы можете забрать. Халлилюя! 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 Сейчас Господь говорит, если у тебя есть должники и ты все время проклинаешь их, начни прямо сейчас благословлять, начни прямо сейчас благословлять тот, кто может быть финансово тебе должен, тот, кто может быть должен еще что-то тебе, начни благословлять. Пусть сила благословения начнет течь в их жизни, и тогда ты, ты, потому что ты призван к благословению, ты призван к благословению. Мужья начните благословлять своих жен, потому что через благословение, когда мужья благословляют жен, а жены благословляют мужей, приходит исцеление отношений, появляются эмоциональные новые связи. Начинайте благословлять, благословлять своих жен, не проклинать, не проклинать твое проклятие, до сегодняшнего дня еще ничего не сделала и не изменила, ни разума, ни ее судьбы, но только ухудшила ее положение и вследствие твое положение. Поэтому благословляй, благословляй, если стоишь рядом с женой, обними ее, и жена, повернись к мужу, и начните благословлять, начните благословлять. Есть великая сила, когда мы благословляем. Субтитры делал DimaTorzok Матери, отцы, которые, может быть, когда родился ваш ребенок, вы его не хотели, вы не приняли, есть отцы, которые ненавидят своих детей сегодня, начни благословлять своего сына, начни благословлять свою дочь, начни благословлять даже за все, все, чтобы они не делали плохое. Твоя ненависть, потому что ты ненавидишь себя, и ты видишь себя в них, поэтому ты ненависть изрыгаешь на них, полюби себя, начни сам себя сначала благословлять, прощать, и посылай это благословение в судьбу детей, в судьбу детей. Бог сказал, Бог сказал, Он через пророков своих говорил, что Он начнет приводить молодежь, Он начнет приводить молодежь, когда сердца отцов и матерей остановятся в проклинании, в негативе, и начнут благословить. Тогда Бог приведет сыновей и дочиней, и мы будем удивляться, мы годами не могли их изменить, но сила благословения, она стала влечь их к Богу. Мы благословляем всех пасторов на нашей земле, всех людей, которые когда-либо были в этой церкви и ушли, мы не проклинаем, мы благословляем. И пусть слава Божья усиливается в их жизни, мы благословляем, мы благословляем, пусть их служение расцветает, пусть они переходят на новый уровень, пусть переходят единство Духа в союзе мира. Мы благословляем Латвию, мы благословляем каждую церковь, каждого священника, каждого служителя, каждого прихожанина. И мы отказываемся быть судьею, потому что ты, Бог, судья праведный, ты, Бог, судья праведный, нам нет таких прав, чтобы кого-то осуждать, чтобы провозглашать негативные вещи. Мы благословляем, мы благословляем, мы благословляем, мы благословляем, мы благословляем, мы благословляем молодежь этого города. Мы благословляем эти несчастные покинутые поколения, обреченных, отверженных, ненужных никому. Но, дорогой Отец, Тебе они так дороги, и мы благословляем их судьбу, и мы принимаем, и мы говорим, сыновья и дочери, возвращайтесь. Мы каемся перед вами, что мы проклинали вас, что мы ненавидели вас, потому что сами себя ненавидят, и сейчас мы говорим, мы посылаем благословения и говорим, возвращайтесь, возвращайтесь, сыновья и дочери, возвращайтесь к своему возлюбленному отцу. Благослови сейчас твоего мужа, который, может быть, ушел и бросил тебя, оставил, променял тебя, предал тебя. Начни благословлять, начни благословлять, начни благословлять, чтобы благословение пришло на твоих сыновей и дочерей, чтобы у них была иная судьба. Выходи с этого проклятия, не надо зло передавать, зло поколение, поколение, не надо, останови через благословение, останови это родовое проклятие. Мы прощаем и благословляем всех наших обидчиков. Мы благословляем каждого человека, и наша брань не против человека, наша брань против духов, которые, может быть, оккупируют, которые действуют против духов злых в Поднебесной. Но каждого человека мы благословляем, как твое творение, как твой образ и подобие. Халлилю, 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 халлилю. Скажите, на душе легче стало, да? Так хорошо, легко становится. Мы призваны с вами. Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательством. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Вот этот стих себе прям выучи. И каждый раз, и каждое утро, когда встаешь, высвобождай благословение на свой дом, на свои стены, на своих детей, на свой разум, на весь этот день. И таким образом, как Бог дал, посмотрите, из рабского мышления, ущербности, недостоинства, стал великий народ, который превосходит все народы. И это заключалось в нескольких словах, которые мы сейчас высвободим на это место, высвободим на Латвию. И каждое утро, просыпаясь, говори это. Говори это. Вы знаете, пару лет назад Бог мне просто сказал, благословляй одного человека, которого я не благословляла. Я стала благословлять. Я вам скажу, я увидела колоссальные перемены. Когда у меня была проблема с одной из дочерей, и дьявол побуждал меня беситься, злиться, проклинать, понимаете? А еще же мы же, как ты позоришь меня? Что-то там втайне позоришься, это никто не знает. Как же ты позоришь меня? Я такой же человек. И Бог заговорил со мной и сказал, послушай. Если ты сейчас не начнешь ее благословлять, ты потеряешь ее навсегда. И это был мой переломный момент. Я села и стала молиться и писать письмо. Письмо стала писать. Я писала маленькое письмо. Более трех часов. Потому что во мне лезло и осуждение, и любовь. И это была гремучая смесь. И каждое слово я просила, дай мне, чтобы в нем была энергетика, была любви. Энергетика любви. И я выслала это письмо. И оно изменило ее. В словах есть энергетика, в буквах есть энергетика, есть энергетика любви, есть энергетика проклятия. Я видела много чудес, когда Бог через благословение стал менять, менять, менять ситуацию. И я знаю, что любая ситуация, которая сегодня в тупике, ты в тупиком состоянии, все изменится через силу благословения. Хочется разослиться, воздать зло. Благословляю, благословляю. Сначала мне сложно было, я так говорю, благословляю, благословляю. Я так прямо говорю, Господь, вот-вот, я благословляю, и там бросаю тебе в руки его. На, на, на. Ну, делала. А сейчас пришло. Я вижу судьбу Божью. Он дал мне увидеть. И я, видя эту судьбу, и желающая сама войти в судьбу Бога, я начинаю не так благословить, а благословить тебя, Господь. И сохранить тебя. Да презрит на тебя, Господь, светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит, Господь, лицо и свет лица своего на тебя и даст тебе мир. А в атмосфере мира Божьего человек меняется. В атмосфере осуждения, в атмосфере недостоинства никогда не изменится человек. И чем ты больше его судишь, проклинаешь, тем он больше защищается. Он знает, что он нехороший. Он знает, что он плохо поступает. Но он будет защищаться, чтобы ему выжить. А когда ты начинаешь благословлять, все начинает меняться, мышление. И люди как будто ото сна восстают. Когда ушел блудный сын, отец благословлял его. Благословлял, благословлял. Знаете, почему можно понять, что он благословлял? Когда он шел, отец вышел и смотрел. Это каждый раз он выходил на эту дорогу. Когда он увидел его в последний раз, он смотрел, его сердце скорбело. Он говорит, у меня завет с тобой. Ты сын мой. И я никогда не отрекусь. Даже когда ты отрекаешься. И он выходил и смотрел в эту пустую дорогу. Я не знаю, сколько дней прошло. Но каждый день выходил. И благословлял. И его благословение. Знаете, что сделало? Оно изменило мышление блудного сына. Который в тот момент был просто, ну как его проклясть надо было. Он нарушил все обычаи, вообще законы. Он плюнул в лицо отцу. И сказал, дай мне часть имения. И это значило, что он сказал, отец, ты для меня покойник. Потому что имение доставалось только после смерти. И отец, любя, отдал ему его имение. Но выходил и смотрел. Не проклинал. Смотрел. И вот эта любовь, вот это благословение. Однажды, когда он все, все прокутил с блудницами. И оказался у свиного корыта. И еще там сидел и ел эту грязь. Может быть, кто-то из твоих близких еще любит это свиное корыто и ест там. Ест. И ты как посмотришь, говоришь, свинья. Сын твой, дочь твоя, муж твой, жена твой, отец твоя, мать, брат, сестра, друг, благословляй. И однажды написано, он пришел в себя. Вот, когда перемена. Он пришел в себя. Сила благословения сработала. И вот этот ужас и кошмар. Все это рухнуло. И он вдруг увидел, что я наделал. Он пришел в себя. Как будто его разум был пленен какой-то нечистотой. Понимаете? И только благословение смогло эти твердыни его разума, эту паутину бесовскую сорвать с него. Не конченый он у тебя еще алкоголик. Не конченый, не став на нем крест. Он Сын Божий. И он рожден для Царства Божьего. И дети рождаются для Господа. Аминь. Не конченый. И не надо придумывать всяких молитв. Просто начинай благословлять. Начинай. И он пришел в себя. Ему бы могли приходить и говорить, ты что, свинья что ли? Жрешь, сидишь здесь. Он понимал, что он не свинья. Он сознавал. Знаете, есть люди делают, и они осознают, что они плохо делают. Но они не пришли в себя. Ну нет у них еще этого покаяния. Нету. И только благословение отца могло привести его, протрезвить его. И он встал. Вот здесь рухнула его гордыня. А знаете, сколько у него мыслей было? Да как я сейчас приду? Чего ты пойдешь? Кому ты там нужен? Ты уже вообще козел полный. Отца похоронил. Жри здесь, сиди у свиного корыта. И, может быть, еще он боролся. Но в один момент сила благословения, завет сработал. И он встал и сказал, пойду, пойду. Путь, что будет. Ну, лучше у отца быть, чем вот здесь. Лучше там. Он у меня вообще-то, мужик классный был. Взял мне имение, отдал. Даже ничего не ругаться не стал со мной. И пришел. И там написано, а отец уже стоял. И он побежал к нему навстречу. Если мы хотим, чтобы наши сыновья, дочери, молодежь, грядущее поколение, были с Богом, нам нужно передать эстафету кому-то. Понимаете? Преемственность через благословение. Через благословение. Через благословение. И давайте вместе произнесем эти слова благословения, которые сам Бог дал. Представляете? И они имеют энергетику, они имеют силу. Потому что если Бог дал эти слова, Он приходит на эти слова. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Халлилюя! Халлилюя! И на этой радостной ноте наше служение подошло к концу.